Щеточная шлифовальная машина, она же брашировальная. Полимер с вплавленными в него абразивными зернами. Здесь кожух с опорным роликом, чтобы можно было вести. А это прям вот за один проход снимает вот такую широкую полосу. Если ваши жигули не едут, отдайте их нам, у нас они хотя бы заблестят. Всем привет, вы на канале Мастер Форум, с вами тестовая команда Потребитель. И сегодня расскажем об очень интересной, на наш взгляд, о недостаточно оцененной машинке. Щеточная шлифовальная машина, она же брашировальная. В данный момент это Элитек МЧА-1412Э. Конструктивно это болгарка, знакомая многим, но с пониженными за счет редуктора оборотами и с совершенно другой оснасткой. Оснастка для нее это вот такие вот валики, щетки, совершенно разного вида, их очень много. Здесь только вот примеры, скажем так, разновидностей. Они бывают разной зернистости, разного вида, вот это вот, например, полимер с вплавленными в него абразивными зернами. Такая достаточно мягкая щетка. Вот здесь 80-е зерно, здесь у нас 60-е. Металлическое, для удаления ржавчины и краски с металлических поверхностей, например. И вот такой вот нетканый абразив, так называемый, для очень широкого спектра задач. Чем этот инструмент, на наш взгляд, хорош? У него широкая полоса шлифования, сразу, то есть она шлифует вот всей этой поверхности. В данном случае это у нас щетка размером 120 на 100 миллиметров, то есть сразу 120 миллиметров она захватывает. Траектория движения абразива, то есть он вращается и на поверхности получается такая линейная полоса, то есть в этом плане она сопоставима с ленточной шлифмашиной в чем-то. Но если ленточная шлифмашина выравнивает под себя рельеф, то это наоборот. Она снимает покрытие, не затрагивает рельеф на самом деле. Вот чем и ценно. Обязательный элемент такой машины регулировка оборотов, то есть они не только понижены за счет редуктора, но еще и регулируются. Здесь диапазон от 690 до 3800. Как на полировальной машине на самом деле. Здесь кожух с опорным роликом, чтобы можно было вести, не держа весь вес машины, она довольно увесистая на весу, а вот так вот аккуратненько, ровненько приложил валиком и пошел. Но это покажем в работе. У нас вот целая стена для экспериментов. Щетки с четырьмя пазами под шпонку, но реально пазов здесь на валу два. Вот куда они садятся, вот как выглядит вал. Вот он вал, две шпонки. В целом у щеточных машин конструкция более усилена, потому что такая щетка консоль болтающаяся. Это более серьезная нагрузка, чем стандартная расходка для болгарок. Попробуем поработать. У нас есть стена дома, которую не шлифовали лет, наверное, так 15. Здесь видны следы старой краски, она облупившись, такая вот как раз под покраску надо все это дело снять. И на наш взгляд, вот это вот, наверное, лучший вариант инструмента, потому что, опять же, он не ровняет. То есть, древесину он максимум, что возьмет мягкую подгнившую верхнюю, а более твердую, нормальную оставит. Это как раз принцип брашировки, поэтому эти машины называются брашировальными в том числе. Они для этого применимы. То есть, здесь, скажем так, можно убрать только краску, не затронув древесину и сделать это быстро и достаточно так легко. Поехали. Обороты поставим пока на минимум и будем поднимать до максимума. Посмотрим, на каких оборотах эта работа, в принципе, идет лучше всего. Ну, погнали краску снимать. Это минимум. Как-то уже выглядит маловато, но попробуем. двойка. тройка. Четверка. Это так, перерыв. Это еще не финал. Ибо сказано в инструкции по технике безопасности, не пренебрегайте хотя бы защитными очками. Здесь вообще-то и респиратор бы не помешал. Так, это была четверка и работает, кстати, очень даже так шустренько. Мне нравится. Сейчас попробуем побыстрее. Пятое. И шестая. Музыка. 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 Я такую же работу пробовал проделывать болгаркой с стальной корчеткой. Это гораздо медленнее, потому что поверхность пятно контакта у нее гораздо меньше. Гораздо более утомительно, потому что приходится туда-сюда постоянно вот так вот крутить. А это прям вот за один проход снимает вот такую широкую полосу и снимает, как видим, равномерно, эффективно. Древесину практически не затрагивает, но краску остается только та краска, которая держится еще плотно и, в принципе, по которой можно красить. Из электроинструмента, пожалуй, более эффективного не найти. То есть такого, который бы работал с такой же производительностью. Полно, скажем так, сейчас предложений по пескоструйной обработке. То есть альтернатива это пескоструй, да. Но ручным инструментом, щеточная шлифмашина, это будет кардинально дешевле. И это можно сделать самостоятельно, без проблем. Особых времени на это, как видим, нужно не настолько уж много. Ну что, еще чуть-чуть попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь даже видно, что очень хорошо подлезает в стыки и выгребает оттуда все, что плохо держится. Попробуем немножко другое применение, снять ржавчину с металла. Вот у нас есть лист, очень ржавый. И попробуем вот этой вот щеточкой. Субтитры сделал DimaTorzok Как говорится, если ваши Жигули не едут, отдайте их нам. У нас они хотя бы заблестят. О, дырки сквозные образовались. Оржавчина их так хорошо цементировала. Оржавчина их так хорошо цементировала. Респираторами тоже не пренебрегайте. Они тут определенно нужны. Видно, что снимает быстро, снимает именно плоскость. И при этом сам металл особо не затрагивает. Только вот рыхлую ржавчину. Ну и не только рыхлую, она тут достаточно прочно держится. Но отлетает хорошо, шустро. Дырки были и без того. Надо это признать. Это давняя сквозная коррозия. Удобно то, что здесь есть фиксация включенного положения. То есть постоянно поджимать кнопку рукой не нужно. Пыли при работе образуется много. Пыль летит вся в сторону воздухозаборных щелей. Вот видно, что здесь осело. То есть внутрь пошло. Сейчас покажем. Здесь есть интересный момент. Эта машинка на самом деле очень хорошо защищена как раз таки от пыли. И вот я думаю, что это стоит показать. Сейчас мы немножко ее разберем. Так, совсем чуть-чуть. При разборе, когда снимаешь щетки, иногда слетают шпонки. За этим надо следить. И желательно их не терять. То есть наконец-то зафиксировано, что браслетом я иногда пользуюсь. По назначению. Вот двигатель. И сделано здесь все очень хорошо. Защита обмоток ротора спереди и сзади. Резиновое колечко амортизирующие. А вот эта вот шайбочка перед ним. Это элемент лабиринтной защиты подшипника от пыли. Эта вот шайбочка с магнитом. Это у нас для системы поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. То есть здесь оно есть. Итак, ротор защищен. Подшипник защищен. Спереди там тоже лабиринтная защита. Ее здесь не будем показывать. Покажем в одном из следующих наших роликов. Когда будем разбирать сетевые уши. Элитек, они сделаны ровно по такому же принципу. И вот статор тоже видно, что он компаундом залит просто полностью. То есть ему тоже пыль не страшна совершенно. В общем, все как мы любим. Все сделано хорошо. Ну, как и всякая шлифовальная машина, пыли она производит изрядно. Так что еще раз призываем не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Вот. Но, как тест подтверждает. Плоскость обрабатывает быстро. Работает деликатно. При этом весьма эффективно. То есть для некоторых видов работ, как в данном случае, лучше инструмента, я думаю, не найти. Так что вот почему мы и говорим, что счеточная шлифмашина инструмента не настолько широко известна, как она этого заслуживает. Надо исправлять этот недостаток. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Пока.